Виктор Сенков, бывший военный, в 2014 году работал на котельной военного городка 35 войсковой части 51916 начальника. После того, как управляющая компания «Славянка» прекратила обслуживать объект, взял ситуацию под личный контроль и поддерживал его работоспособность. Говорит, повезло, что сезон был неотопительный, иначе бы не справился. Ситуация в коммунальном хозяйстве населенного пункта складывалась критическая. С коммунизацией была беда, с водопроводом была беда. Жили на первом этаже, и блохи с подвала, сырость постоянная. Ну, было ужасно. Перебои также были и с водопроводом. В понеделе не было вообще, вода отсутствовала. Не говоря уже, что не было дорог, тактисты не хотели заезжать в городок, и, соответственно, не было освещения. Из-за сложившейся ситуации глава Захаровского поселения решила принять на баланс муниципалитета имущество Министерства обороны. Первым делом вывезли скопившийся мусор, восстановили уличное освещение и приступили к благоустройству дорог. Выбранная управляющая компания ЖКХ Захарова начала текущий ремонт домов. По областной программе «Чистая вода» на территории ВЗУ была установлена станция очистки воды. Муниципальные власти благоустроили детскую площадку, установили малоархитектурные формы. В этом году на ней появится современное прорезиненное покрытие. Впрочем, планов у Захаровской администрации еще много. На 2018 год сейчас уже принято решение и линии уличного освещения включены в программу в областную «Светлый город». И в 2018 году будут проведены капитальные работы по уличному освещению. Это будут установлены новые опоры, их порядка 60 штук. И протяженность восстановлена линией порядка 2,5 километров. Перемены не на словах, а на деле жители после передачи военного городка на баланс поселения почувствовали сразу. Появились дороги, появилось освещение, появилась управляющая компания. Смогли сделать ремонт капитальной кровли, вот этого 52-го дома и швов. Далее предпоследний дом 50-й отремонтировали также кровлю. И за счет программы ремонта подъездов отремонтировали все подъезды. Уже сделано многое, но немало еще предстоит. О военном прошлом жителям населенного пункта совсем скоро не будет напоминать ничего. Даже почтовый адрес. Теперь это не городок 35, а одна из улиц деревни Кобяково.